Дмитрий Малолетов 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Две темы уместить Это предел уже развития гитары Которую в 21 веке достигнут Первое А второе, не будем забывать о том, что Воскресенье день святого Патрика И это большой праздник Для всего свободовыслящего человечества И для наших ирландских друзей А как вы знаете В Москве столько ирландцев Сколько в Москве И не ирландцев И мы специально притащили сюда В атриум Танцевальный ансамбль Rhythm of the Dance Это восхитительный ансамбль Ирландского танца Они уедут просто в воскресенье А мы хотели вам их показать Поэтому мы и Диму Малолетову показываем И наших ирландских друзей Которые здесь сидят Но они появятся только в третьем акте Но в любом случае С наступающим вас Днем Святого Патрика Лимми Гридия С наступающим Сент-Патрикс-Дей Но это только в третьем акте Ритм of the Dance Тогда давай Чего-нибудь еще Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин В смысле возможности звука Дима показывал уникальную технику Под названием Теппинг И что это за техника Мы сейчас узнаем от Димы Но я вообще занимаюсь этой проблемой Уже достаточно давно И я написал книгу И у меня работа есть Эволюция гитарного исполнительского мышления И в конечном итоге Я пришел к выводу Что вот эта техника Которую на Западе Ее больше сейчас называют Тач-стайл Тач-стайл Теппинг называют Как играет Эдди Ван Хелен А тач-стайл Это когда идет полифоническая игра Впервые ее Судя по документам Таким журналом как Гитар Плеер Ее изобрел Эдди Ван Хелен Сам он говорил Что я ее изобрел в ванну Ну что его натолкнуло на мысль Остается только догадываться Но на самом деле это все шутка Были люди Такие как Джимми Уэбстер Которые еще в 50-е годы Играли этой техникой Но в Калуге Ко мне подошел один балалайшник Старый-старый дед Из оркестра Осипова И говорит Ну мол парень Эта техника-то не новая Я говорю Как это не новая Это последняя ступень Там в эволюции Он говорит Нет-нет У меня есть ноты 1890 какого-то пятого года Для балалайки Рукописная еще И там вот этот прием Обозначен в нотах И говорит Я тебе могу эти ноты показать И можешь разучить Ну и тогда я понял Что если в нотах Для балалайки Это все было Значит испанцы Играли еще лет за 200 До рождения Ван Харина Этой технике Вот В конечном итоге В конечном итоге Это дает тебе возможность Чувствовать себя пианистом Ты ведешь И джан И басовую партию Ты ведешь И гармоническую партию Ты ведешь сольную Что тебе Вот это позволяет Техника Собственно И делать Да? Ну конечно Это расширяет Спектр выразительных средств Причем я могу же Играть обычной техникой И тут же Переходить на двуручную Там То есть Это Универсальная техника Просто никто Сейчас ее не применяет Потому что Ну Очень долго надо Заниматься Гораздо легче Выучить Там И уже можно Как бы Ехать выступать Там На гастроле А здесь надо Столько не учиться Ну Вот Ты сейчас Набрал На Аппарате Под названием GR33 Пианино Ну Покажи Как гитара Играет Как пианино Или Допустим Но я дальше Это сыграю Чуть попозже Слушайте Тут нам в кафе Кто-то что-то хочет сказать Пожалуйста Это наш Завсегдатый Сережа Сокольский Пожалуйста Дима Да И доброй ночи Дмитрий У меня к вам Вот такой вопрос Гитара Это Такой инструмент Который Очень Стремительно Эволюционирует То есть От Простого Звукоснимателя До Вот таких Вот Компьютерных Прибамбасов Скажите Какие вообще На ваш взгляд Ждут Превращение Гитару Как Такого Удивительного Инструмента И второй вопрос На ваш взгляд Кто из музыкантов Максимально Использовал Ну или Использует Возможности Этого Удивительного Инструмента Спасибо Татьяна Ну На второй вопрос Я сначала отвечу Что сейчас Практически Все гитаристы В той или иной Степени Выходят за рамки Классического Звука Потому что Уже Рок-н-ролл Как бы Умер Ну почти Ламповый звук У меня будет Отдельная пьеса Про рок-н-ролл Поэтому Все гитаристы Сейчас используют Кто-то в большей Кто-то в меньшей Степени Трудно говорить Но Используют все Вот я допустим Знаком с Олдемиолой Вот он использует Эти приборы Вот я брал У него интервью Он мне все показывал Как Что он играет Причем он играет На нейлоновой гитаре Звуком Стратокастера С дисторшеном Через усилитель Маршалл Стратокастер С дисторшеном Через усилитель Маршалл Дорогие друзья Вы можете Слышать На пластинках Группы Deep Purple Все же Мне хочется Сказать Такую вещь Что как бы Не развивалась Техника А все равно Техникой Играют руки Играют люди И многие музыканты Даже Думают Что вот я сейчас Куплю прибор И стану Хорошим музыкантом Это бесполезно Потому что Приборы Они даже Усугубляют Вот бездарность Таким образом Ты полагаешь Что и в середине 21 века Мы вряд ли Отойдем от необходимости Проводить 10 часов в день Над разучиванием гамм Конечно Это безусловно Никакие приборы Не заменят Приборы Только дают Это удручающая Перспектива Да Но вот дело в том Что у нас в России Такая тенденция Вот сделаем революцию Отберем все У богатых И заживем А на самом деле Чудес не бывает Я знаю Как американцы Занимаются С утра до ночи Майк Ланджело Вот мой Знакомый гитарист Вот Узи Озборн Который играет Он занимается сутками Вообще Потому что это его работа Виктор Вутон Басист Мне рассказывали Ребята Которые делают ему Бас-гитары На Фабере Они говорят Что он занимается Даже в машине В пробках То есть он всегда С бас-гитары Это профессионалы Так работают У нас пока что еще Очень жалко Будто больше надеемся На судьбу Иванушки Дурака Чтобы взял Проснулся в один момент И схватил Жар-птицу за опером Знаете что У нас есть звонок Алло Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Денис Вот я поздравляю вас С праздником Святого Патрика Во Хигрисе С Днём Патрикс Днём Патрикс Да Не волнуйся Я могу говорить Если вы хотите Но конечно Но мы в России Мы говорим русский И Ох Извините Я хотел бы Вопрос вам лично Дима Вот скажите пожалуйста Вы давно Вы уже занимаетесь Вот слушаете Или там Наблюдаете За тем Как развивается Русский гитарист То есть С трёх лет С трёх лет То есть прилично уже Начал Начал с собственного отца Я начал с того Что стал слушать его А вот закончил Мало летом Видите А вот Мало летом Лично вопрос ему Вот он сказал Как раз Вот то что я хотел Ему задать В принципе То что Теппинг Это в принципе Старое название Устарелый уже Сейчас он Называется Как он сказал Тач Тач Саунд Да Тач Тач Стайл Тач Стайл Потрясающего гитариста Вот ты назвал Что Инвера Измайла А есть ещё Ткаченко Это скромнейший Он не просто играет Теппингом А там голова Просто отлетает напрочь Он мой преподаватель Но он очень скромный человек Он не светский Он никуда не ходит И никто о нём не знает Кроме узких специалистов Вот И я счастлив Как бы Что я у него учился Это было в 86 году Вот он мне сыграл Первую пьесу И я перестал спать Есть И просто я заболел Я просто увидел В этом Другую гитару А чтобы научиться Играть этой техникой Потребовалось Вот Ну в общем Во-первых Я ещё до сих пор учусь Я Хоть там и говорят Что достиг совершенства Это глупости всё Я только делаю первый шаг Если честно Вот И эта техника Настолько сложная И настолько там ещё Непочатый край работы Что я думаю Что до конца жизни Мне так точно На работёнке хватит Ну товарищи Возможно Вы сейчас видите Не только образец Техники тэппинг Но ещё и образец Художнического Самосознания Вот Димок Вот и правильно Вот сиди и учись Нам на радость А мы рекламу посмотрим Вот и сейчас мы выполним Ирландские танцы Ирландские танцы Ритм Ирландские танцы Он ещё до воскресенья Будет здесь выступать И мы воспользуемся Этой процедурой И вот ребята Прямиком из Ирландии И у нас есть музыканты Из Ирландии И мы будем Попросить А мне тоже играть Боровкор И Димка Малолетов Покажет Как играть Ирландскую музыку Тэппингом Поехали Димка Малолетов Димка Малолетов Димка Малолетов Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Вы должны знать Ритм of the dance Exactly from Ireland Вы должны знать, что хореографом всего этого Служит маленькая хрупкая дама по имени Эсли Холли Миссис Холли, may I please invite you right here? Вот посмотрите, как чудесно выглядит этот милый человек прямо из Ирландии Вот она-то всю эту труппу Это еще не вся труппа Во дворце молодежи до воскресенья вы увидите всю труппу Что такого есть в ирландском народном танце, что делает это такой модой по всему миру? Прежде всего это мощь и это восхищение ритмом, мощью, энергии заложенной в ритме Очень может быть, что аудитория чувствует энергию от танцоров и запрашивается ею И, конечно, прежде всего это тот дух, которым обладают танцоры Но это, в основном, на традиционных движениях Но это народное традиционное движение Нет, ничего от вас Два часа шоу труппы Rhythm of the Dance Это два часа исследования ирландских народных корней в музыке, в танце И все это базируется на народных движениях May I please ask you, Mrs. Holly To show us some movements Some basic movement of an Irish dance So that anyone can learn first lesson from you So that they can practice at their homes And be the perfect Irish dancer Можно ли вас попросить здесь сейчас показать Такие движения, чтобы каждый из нас с вами сейчас дома Научился бы у Mrs. Holly И, практикуя это дома, через месяц стал бы идеальным ирландским танцором Надо левую ногу поставить сзади правой И надо полностью открыть правую Надо видеть, вот так погладить пол Сейчас, извините, у меня микрофон Excuse me for my mic Вот главное движение Is it the basic movement? That's your basic travel That the whole stuff? Это и все? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Very good Thank you Я надеюсь, вы тоже трете пол своими ногами в эту секунду And then change You want to change the left one? Дима, поехали, играй And he's gonna... But your dancers do... They do something else Они что-то еще делают, что нам не показывают Thank you Дорогие друзья, только что вы получили первые уроки ирландского танца И вы увидите всю эту команду до воскресенья в Московском доме молодежи Thank you very much Thank you for participating our share Take care Let me take your mic back Дорогие друзья Ну а сейчас вернемся к гитаре 21 века Это только что мы видели традиции Которые, в общем, веков 5 или 6 И она отель легла в основу рок-н-ролла Ну а рок-н-ролл лег в основу музыки Димы Малолетова Дима, продолжай дальше наше путешествие по гитаре 21 века Продолжая тематику наших гостей Правда, это ближе к кантри Но все же почему-то мне сейчас хочется именно эту композицию исполнить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Малолетов, давайте поговорим по телефону Алло! Алло! Не поговорили Алло! Да, здравствуйте! 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 Я вот хотел бы сказать по поводу вашего увлечения вот этим всяким электроникой Так, это вы мне или Малолетову? Малолетову вы или мне? Дима, да А вот тоже Дима? Душа, то есть как бы она всегда существует А вот можно, вот помните, вот когда у вас было это... Ну? Бразил Да? Да, вот, и если можно, девушки, а помимо... Вот душу уже... А, в этом смысле... По-моему, вы сегодня отдохнули где-то, нет? Или ошибаюсь? А? По-моему, вы где-то сегодня отдыхали, нет? Ну, немножко-то было, да? Это из той оперы, когда я в Балчуге Шикарная гостиница, я играю тейпингом Вивальди, старик, гринсливс Такую классику А ко мне подходит один мужик Богато одет, подходит, говорит Слушай, спой мне песню Потому что нельзя быть на свете красивее Нет, ну, у каждого свое Наверное, наш ждитель имеет в виду вот что Для души, для души чего-то Фокус-то твой хорош Но Пит Сигер вот что говорил Пусть-ка музыкант сыграет медленно и тихо И тогда я скажу, что это музыкант Потому что громко и быстро Мало-помалу научаются играть все Тогда, наверное, для нашего зрителя, Димуль Ты должен был бы Хотя ты ничего не должен никому Но все-таки я бы на том месте это сделал Ты бы показал, как можно играть Медленно и тихо Хорошо Медленно и тихо 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 Дорогие друзья, хотел бы, чтобы вы видели Что творится здесь в Атриуме Дима Малолетов Я хотел бы, чтобы запомнил это имя Какие симпатичные люди У нас здесь ходят И ещё Вот есть и любопытная фигура Вот она сейчас в кафе движется Это Саша Чапорухин. Его следует пригласить в кадр. Саша, пожалуйста, подойди к нам. Надо сказать, что Чапорухин как раз тот человек, который неустанно борется за музыкальную культуру нашей с вами нации подручными средствами. Привет. Вот этот человек нам приведет Джет Ротау. Во-первых, большое тебе спасибо за эти усилия, совершенно бессмысленные, совершенно неблагодарные, которые ты тратишь на то, чтобы наша страна посещалась бы лучшими музыкантами на свете. Когда ты приведешь сюда в эфир Апологи Джет Ротау? Десятого. Дайте микрофон, а то никто не слышит клятв Чапорухина. Итак, десятого. С корабля на балку, слушай, зашел. Папа с такой сразу-то развеет. Но это же и есть наша с тобой передача. Ты же, собственно, из-за вот этой правды-то сюда и ходишь. Итак, десятого апреля. Десятого апреля. Прямо здесь, в Апологе, в Атриуме, Александр Чапорухин представит нам Джет Ротау. А когда ты приведешь Кинг Кримзен? Кинг Кримзен десятого. Чего? Июня. Десятого июня Кинг Кримзен будет в Москве. Зале Октябрьский в Питере, а двенадцатого в России, в Москве. ГСКЗ России. Да. А вот завтра выступает какой-то Кинг Кримзен. Это Кинг Кримзен? Они не называются Кинг Кримзен. Это люди, которые играли в первых двух составах Кинг Кримзена. Это Иан Макдональд, Мел Коллинз, Иан Валес и, насколько я помню, Мел Коллинз. Или я сказал Мел Коллинз. Сказал Мел Коллинз, только первый состав Кинг Кримзен выглядел иначе. Питер Джайлз. Иначе он выглядел. Ну, там был Питер Джастон, там был Брэй Клейк, который пел. На басу и пел. Есть еще такой человек, которого зовут, по-моему, Яко Якшик. Вот он там играет на гитаре и, по-моему, поет. Нет, в первом составе Кинг Кримзена? Нет, нет. Обзорвейшн о Кримзен Кримзен. Его нет в первом составе Кинг Кримзена, он есть завтра. И он есть в составе группы, которая называется 21st Century Shizoid Band. Как называется первая песня из первой пластинки Кинг Кримзена. Да, но, кстати, мне сказали мои питерские друзья, что это потрясающая группа тоже, кстати. Ну, тоже неплохо, только настоящий Кинг Кримзен, к несчастью, завтра не выступит. А он выступит только в июне. Да. А в июне кто приедет? В июне приедут точно 4 человека, это Роберт Фрипп, это Адриан Белю, это Пат Мастелотто и Трейган. А возможно, если это не войдет в конфликт с его планами гастролей с Питером Гэбрилом, приедет также и пятый участник. Тони Левин? Тони Левин. Тони Левин. Но это не гарантировано. Вот такую группу захвата смастерил господин Чапорухин. Так что ждем 10 июня. Нет, 10 ты в Питере. 10 в Питере, 12 здесь, да. А здесь у тебя 10 апреля будет Леон Андерсон. Расскажи, пожалуйста, что за человек Фрипп, заносчивый? Фрипп очень странный человек, но я бы сказал, самодостаточный. Он может говорить 2 часа в основном об этике, о философии, о Гурджиеве. Вот как Малолетов, да? Ну, я не знаю, я не слышал, что Гурджиеве. О Гурджиеве? Только что появился. Он Гурджиевец, да. Да ты что? Он последователь, так сказать, американской ветви Гурджиевского учения, так называемого Бенеттовского учения, Бенеттовской школы. Да. Он сам позвонил мне где-то 5 лет назад, совершенно неожиданно, после гастролей Майкла Наймана. Говорит, я не хочу ехать в Россию, там типа жульничество, там обман, там пиратство, там бандитизм. Ну, вот Майкл Найман сказал, что, дескать, вот с вами можно иметь дело. Вот 5 лет я его уговаривал сюда приехать. А ты Наймана привозил? Ну, привозил, да, было такое дело в 98-м, кажется. Я помню прекрасно, это был чудесный концерт в консерватории в Московской. Да. Ну что же, теперь Фриб. Саш, большое тебе спасибо. Спасибо тебе. Как тебе Малолетов? Отлично, я первый раз как слышу человека. Да ты что? Восхищен, да. Поздравляю. Спасибо большое. Есть что-то, чему еще можно учиться. И еще одно, Чапорухин также работает с сыной желанной, а мы ее обязательно сюда пригласим, потому что это изысканный этнический музыкант. Вроде Саша Демин даже день назвал, 8 мая якобы. Таким образом, перед праздником. Но сначала пусть-ка Саша Демин ответит вместе с тобой за то, чтобы 10 апреля, то есть практически через 3 недели, через 4 недели, здесь бы оказался Джет Ротал с Яном Андерсом. Я, по крайней мере, отвечаю. Я отвечаю за это, Дима. Ну что ж, товарищи, а сейчас мы слушаем дальше Малолетово, и я бы хотел, чтобы вы знали, из чего складывается звук. Здесь два разных типа инструмента. Видимо, в 21 веке гитара потихонечку перейдет полностью в их власть. Первое, это не вполне синтезатор, это гитарная система. Что это такое? Ну, это система, которая эмулирует различные усилители типа гитар. То есть, вот я играю на стратокастере, на классическом, а я могу сделать разные звучания гитары. То есть, я формирую звук внутри прибора и посылаю его уже. То есть, эта штука умеет, например, отвечать на такую задачу. Малолетов хотел бы следующую пьесу сыграть. Например, на гитаре фирмы Грэч, скажем, 1956 года, да так, чтобы звукосниматель стоял бы вот здесь, посреди грифа. При этом он бы хотел, чтобы играл Бридж Твит, я имею в виду этот комбик. Да микрофон стоял бы в 90 градусах под таким углом, да причем будущий вынесен за стену. И вот эта скотина умеет все это воспроизводить. Да, японцы, я был на выставке в Германии, они меня даже спрашивали, какие ваши пожелания. То есть, они как бы у гитаристов консультируются, вот, ну, видя как бы, что я играю. Я говорю, мне нужно, чтобы независимо были струны, чтобы я мог обработку вешать на первую, вторую струну. Они говорят, пока мы этого как бы сделать не можем, да. Но рядом у тебя и другой прибор, который называется синтезатор. А этот то, что может? А гитарный синтезатор, вот я, допустим, играю звук гитары, а к нему подмешиваю гитарный синтезатор. Вот у меня получается. И вот вместе с гитарой это получается такая партия. Вот я сейчас... Ну, играй, играй, играй. Ну, а я сейчас сначала ее сыграю чуть-чуть. Иначе рекламу поставлю. Да. Да. Иначе рекламу поставлю. Иначе рекламу поставлю. Иначе рекламу поставлю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья, позвольте подытожить все, что происходило сегодня. Мы ухитрились поздравить с Днем Святого Патрика ирландский ансамбль Rhythm of the Dance. В смысле ирландцев и предоставить слово ирландскому ансамблю Rhythm of the Dance. Мы показали вам, как выглядит сегодняшняя степень развития гитаризма на свете. И мы познакомили вас с человеком, чьим я надеюсь теперь вами будет отслеживаться. Это Дмитрий Малолетов, который обладает уникальной на сегодня тэппинговой техникой. И, наверное, по праву может считаться одним из самых искусных российских гитаристов. Дима, ты просил меня спросить тебя о твоих творческих планах. Я вот и спрашиваю. Товарищ Малолетов, да где вы собственно выступаете? Наверное, вы нигде и не выступаете. Нет, как раз таки я попросил тебя, чтобы ты спросил, где ты будешь выступать. Потому что я хочу пригласить всех, кто еще не уснул. 15 апреля в Центральном доме художника на Крымском валу будет наш концерт совместно с Дмитрием Четверговым. Я буду играть первое отделение, он второе, где мы покажем гитару 21 века уже с двух сторон. Он будет играть рок, и я буду играть свою программу. Кстати, некоторые вещи вы сегодня не услышали, потому что программа ограничена. Так что мы вас с Дмитрием Четверговым ждем на концерте. Итак, два самых искусных гитариста нашей страны. Дима Малолетов и Дима Четвергов. Поразительно, что самых искусных музыкантов в России зовут Димой. Значит, представят вам искусство 10 апреля. 15 апреля. Поразительно, что Центральный дом художника не утихомиривается в неблагодарном, но очень полезном для страны деле пропаганды прогрессивного музицирования. Ну что же, остается только запомниться современниками какой-нибудь пьесой на прощание. Мы с вами прощаемся. Благодарю вас за внимание. Теперь с Днем Святого Патрика и ждем вас теперь здесь на Крымском... На Крымском валу вас ждет Дима Малолетов 15-го числа. А мы вас ждем здесь, на метро Курское, в Атриуме, в понедельник. Итак, Дмитрий Малолетов играет на прощание пьесу. Дима Малолетов 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 Дима Малолетов